20 лет назад на экраны вышел фильм «Брат». Данила Багров стал народным героем. Брата полюбили и за его уверенность, и за любовь к правде, и за способность защитить слабого. И за то, что социальный статус для него не имел значения. Для многих сегодня тоже не существует сословий. В городе, где снимали культовый фильм, десятки людей приходят к метро «Адмиралтейская», чтобы пройтись по Невскому с простым питерским бездомным Вячеславом Раснером. Там бывший учитель географии каждый день проводит экскурсии. Вы начали свою карьеру экскурсовода. Вы стали знаменитым на всю страну. Человеком, да? На весь мир, наверное. Меня снимала финское телевидение, французское телевидение. Журналист из Эстонии, журналистка из Латвии. Объясняю, что я не Ален Делон, ни Максим Галкин, ни Филипп Перкоров. Я обыкновенный бомж. Здание гвардейских войск. 1848 год. Александр Павлович Брюлов. Пять минут мы только погуляли вот в этом месте, и уже поклонники, почитатели к Вячеславу Романовичу подходят. Я в контакте слежу за группой про вас. Мне сказали, у вас 11 тысяч подписчиков. А что такое подписчики? Мне скажут, покажи компьютер или встань к стенке. Я пойду к стенке, потому что не знаю, как он выглядит. Вы уже знаменитость давно. Храня вас Господь. Спасибо. Вы долго работали в школе? Член совета клуба «Знатакового города». Член жюри городского конкурса «Лучший юный курсоват года». Жюрю «Понечка вон в дворце». У вас есть мечта? Вернуться к оседлой жизни, что называется. Вячеслав Романович, скажите, а вот вы можете дать какой-нибудь совет людям, которые тоже сейчас находятся на улице? Я знаю, что все ходим под Богом. Будучи с детства человеком верующим, поэтому хожу в храм по воскресеньям. Ну, счастливый человек? Думаю, что да. Где вас можно найти в Петербурге? Значит, шесть дней в неделю. С понедельника по субботу включительно шесть дней в неделю. Я подхожу к выходу из метро пятой линии «Адмиралтейская» к девяти утра, к двенадцати дня и к пятнадцати дня. Редактор субботу Корректор суббота